Ну что же, сейчас у нас в гостях, а точнее уже по понедельнику, она практически наша соведущая, это удивительная, это удивительная женщина, Анталия Дичковская, фейс-фитнес-инструктор и писательница, и помощница, и просто добрая девочка. Доброе утро. Анталия, доброе утро. Мы очень рады вас видеть, я так полагаю, что вы с очередным комплексом упражнений, которые сделают лица наших девушек, и не только девушек, еще... Такими же светлыми и веселыми, как у вас. Доброе утро, вас тоже очень рада видеть. Сегодня хочу показать комплекс для шеи. Во-первых, для того, чтобы кожа шеи была упругой и плотной, и во-вторых, для того, чтобы предупредить образование тяжей, вот таких вот напряженных струнок, которые порой идут по шее и нарушают волны. Которые, когда человек ругается, оно все так прям жилочки лезут, такое вздувается, да. Здесь у нас подкожная мышца шеи, называемая платизмой, и из-за перенапряжения в некоторых участках, в некоторых местах, она утягивает, а платизма вплетена вот здесь вот в нижнюю челюсть, она просто утягивает нижнюю ткань вниз, таким вот образом опуская уголки губ вниз, нарушая вал лица, формируя брыли. Хотела сказать, на себе не показывай, но она не показывает. Я все на себе показываю. Можно сделать так, можно сделать так, и сдуть. И вот, что мы будем сейчас делать? Это очень классное упражнение, оно утреннее, оно помогает взбодриться, удлинить шею. Мы две ладошки зафиксируем под левой ключицей и потянем ткани максимально вниз. Из этой позиции, вот ключица, косточка включится, да, под ней мы две ладошки крепим, тянем ткани вниз, не просто кожу, а мышцы глубоко протапливаемся. Клечо. И голову поворачиваем вправо. А, ну вот плечо уже, вот как я вытянула, вот как я чувствую, что сейчас... Вот вы чувствуете, как у вас слева все растягивается максимально. Конечно, конечно. И мы вот в такой позиции находимся где-то 10-20 секунд. После этого мы... Вот у меня тут микрофон, поэтому я схематично... Ты дурят резко, тебе нельзя. Очень мягко, очень аккуратно. Точно так же под правой ключицей. Две руки для утяжеления и голову направляем влево. На ключице. И держим так тоже 10-20 секунд, чувствую, как растягивается правая боковая поверхность шеи. Вот он как тянет. Да. И тянется очень хорошо. Если присмотреться близко к зеркалу, то вы увидите, как от угла нижней челюсти, от нижней челюсти пошли такие вот струнки натяжения. Задача за пару недель их растянуть полностью. Не получится сделать это с первого раза, потому что копилось напряжение долго. После этого очень крупными щипками мы ухватываем себя под нижней челюстью, не боясь ничего растянуть или причинить себе какой-то вред. И очень хорошо разминаем мышцу. То есть это не мелкий щипковый такой дермальный массаж. Мы уходим глубоко, берем мышцу в защип и перетираем. Находим точки напряжения. У кого-то их будет больше справа, у кого-то их будет больше слева. Это тоже все симптоматично. Главное, чтобы кожу не перетереть вместо мышцы. Кожи ничего кроме бонусов не будет. Мы таким образом улучшаем кровоток. Мы обеспечиваем в том числе лимфоток. И вот так вот можно просидеть минут пять. Если вы смотрите с утра «Добрая разница Беларусь», вы можете параллельно приятное с полезным. Единственное, мы не воздействуем на переднюю поверхность шеи. Все остальные поверхности, заднюю, боковую, вы можете вот так вот хорошенько промять. Можно опуститься до декольте, взять крупную такую складку в защип и ее перетереть. Ждет очень много сюрпризов. Здесь очень много напряжения. И все это образует и кольца, и морщины, и заломы. И вид у декольте тоже с возрастом... То есть о шее мы заботимся, но чуть ниже тоже нужно заботиться ниже. Да вообще столько кругом напряжения, я вам скажу. Надо перетирать себя и перетирать, чтобы быть гладеньким. Спасибо, Наталья. Большое, кстати говоря, огромное вам спасибо за совет, который вы нам дали в прошлый понедельник, как разбудить ребенка с утра. Знаешь, надо просто мочки ушей пойти тереть. И по голове вот так вот пальчиком, и вот так мочки ушей потереть ушки. Просыпаться стало легче. Да, я до сих пор так просыпаюсь. Ты так просыпаешься. Да, я так сегодня просыпаюсь. Спасибо большое, Наталья Дочковская. Вот как много советов нужных, важных. Видите, все работает.